В первую очередь хотелось поблагодарить Министерство национальной экономики Казахстана и организаторов форума за приглашение, возможность поделиться нашим опытом. Надеюсь, что это будет полезно, взаимно полезно, тем более, что у группы «Лукойл» исторически достаточно хорошие отношения и много работы в Казахстане, поэтому надеюсь, что это на общую пользу. Мы работаем с сетью розничных заправочных станций, на которых продаются, понятно, не только топливные товары, но и товары народного потребления, как было принято говорить раньше. Работаем мы в десятках стран. Необходимость интеграции с точки зрения системы управления возникла с момента образования компании, и достаточно большое внимание руководство компании уделяет этому вопросу, потому что то разнообразие видов производственной деятельности, географическая распределенность диктует необходимость координации, иначе вертикально интегрированные компании в современном мире выжить в принципе не могут. Кроме того, наша индустрия характеризуется достаточно серьезными объемами, которые необходимо инвестировать, причем инвестировать на очень длительное время, сроки реализации проектов даже не от момента геологоразведки, а от момента начала проектирования и строительства до окончания использования нефтяных и газовых месторождений, исчисляются десятками лет, 20, 30, иногда 40 и 50 лет с точки зрения прогноза. И кроме этого, отрасль достаточно сильно регулируется со стороны государственных органов, это не только российская действительность, это во всех странах, где мы присутствуем, государственное регулирование и необходимость работы с государственными органами тоже является существенной особенностью. Следующий слайд. Это, конечно, очень примитивная картинка, потому что вы видели на первой цепочке, что мы занимаемся различными видами деятельности, но для того, чтобы обеспечивать, поддерживать с точки зрения технологий, конечно, мы должны как бы упрощенно посмотреть, вот профессор Беккер упомянул, что очень важно не усложнять. Чтобы унифицировать, нужно упрощать, нужно находить общие элементы во всей деятельности. И в первую очередь мы искали общие, в общем явились учетные системы, это было в конце 90-х годов, и с конца 90-х годов мы достаточно плодотворно сотрудничаем с компанией МСАП для реализации интегрированных учетных систем. Следующий слайд, пожалуйста. Что мы видим как преимущество цифровых технологий? Во-первых, возможность использования универсальных устройств, что позволяет один раз выбрать и в последующем тиражировать, масштабировать те системы, которые мы используем. Во-вторых, те устройства, которые производятся, обладают на настоящий момент уже достаточно высокой степенью совместимости. В-третьих, их можно объединять в сети. Я специально не обозначал это как интернет, который сейчас обычно используется как аналог сети, потому что если вы возьмете технологии автоматизации, то очень часто по требованиям, по требованиям безопасности или по государственным требованиям технологические сети не могут иметь выхода в интернет, но технологические с точки зрения инженерной используются практически везде, очень похожие или одинаковые технологии, и потенциально их возможно объединять в общие сети. Всем известен закон МУРа, когда возрастание производительности в течение 18 месяцев в два раза, но довольно часто уже отмечают, что при этом стоимость практически устройства не растет или растет очень слабо, что позволяет говорить о снижении удельной стоимости технических решений. Это наиболее выпукло на примере мобильной связи, сетевых технологий как таковых, но и с точки зрения компьютеров, несмотря на то, что стабильно абонентское устройство придерживается в одной цене, его возможности очень сильно растут, соответственно их можно больше использовать. Ну и быстрое развитие технологий, конечно, создает большие возможности, потому что все новые и новые области покрываются, компактность увеличивается, соответственно степень проникновения тоже растет. Все это позволяет... Следующий слайд, пожалуйста. Все это позволяет говорить о том, что потенциально возможно построить внутри крупных индустриальных компаний единое информационное пространство. Такая задача ставится и ставилась достаточно давно. Естественно, идеального покрытия всех видов бизнеса, всех элементов бизнеса достичь чрезвычайно трудно, но приближаться к этому можно, нужно, и мы это делаем. Как я уже упомянул, начали мы с учетных систем, практически все основные бизнес-сегменты учетными системами были покрыты, поэтому дальше вставал вопрос интеграции, налаживания отчетности и так далее. И здесь компания сталкиваться начала с некоторыми вопросами, которые, наверное, актуальны и для других крупных компаний, и для индустриального сектора в целом. Это вопрос единства подходов, единства процессов, возможность реальной интеграции данных для подготовки каких-то сводных отчетов. Те решения, которые были приняты у нас, на мой взгляд, позволили пройти достаточно безболезненно этот вопрос, и мы можем сказать, что за последние 15 лет мы достаточно эффективно используем цифровые технологии. Следующий слайд. Что нам позволило преодолеть вот те проблемные области, и что я бы рекомендовал всем реализовать как можно раньше? В первую очередь, не надо относиться к инвестициям в информационные технологии как к отдельному процессу, оторванному от других видов бизнеса. У нас в компании процесс утверждения инвестиций, утверждения операционных бюджетов в части расходов на информационно-технологическое обеспечение ничем практически не отличается от утверждения любых других инвестиций. То есть вложение в цифровые технологии рассматривается наравне с вложениями в другие проекты, связанные с бизнесом. Это очень важно, потому что позволяет решать вопрос эффективности на стадии принятия решений, делаем, не делаем. Второе, бюджеты компании объединяются на уровне группы, и решение о приоритизации тех или иных направлений или о снижении стоимости в операционной части принимается по группе в целом, что позволяет в дальнейшем относиться к этим решениям как к интегральным. То есть поиск эффектов происходит по снижению стоимости или повышению эффективности, происходит по всей цепочке добавленной стоимости, которая в вертикально интегрированной компании может простираться от геологоразведки до той же самой заправочной станции. Второй момент очень важный, и это уже почти 15 лет. Все сервисы внутри компании с точки зрения цифровых технологий предоставляются на возмездной основе. Бизнес-подразделения и организации группы оплачивают все услуги, которые предоставляет в данном случае компания LookoInform. В других компаниях, я знаю, тоже многие приняли похожую тактику. Это тоже очень важный момент, потому что требуется в этом случае обоснование не просто инвестиций на этапе принятия решений, тратим, не тратим, но по сути это неотвратимо приведет к подсчету общей стоимости владения теми активами цифровыми, которые компания в этом случае создает. Что мы делаем? Мы, когда планируем инвестиции, мы рассчитываем как минимум пятилетний срок, включая все операционные расходы, которые будут с этим связаны. Это очень важный элемент, который позволяет понять, сколько реально тратится на цифровые технологии. К сожалению, мой личный опыт общения со многими руководителями IT-служб в других компаниях и мировых компаниях показывает, что вот эти подсчеты очень часто делаются очень оценочно и реальные затраты мало кто представляет. Третий момент, который очень важен, он во многом связан с первыми двумя, это вовлечение бизнеса в принятие решений в области информационных технологий. Без изменения процессов унифицированные системы не внедрить. Для того, чтобы менять процессы, топ-менеджмент компании должен участвовать в принятии решений и в изменении процессов, связанных с внедрением информационных систем. В первую очередь, это касается унификации, потому что требования, особенно при географической распределенности, очень часто на местах разные. И принять решение, делаем первым способом или вторым, без участия высшего руководства практически невозможно. Такие вопросы возникают и в ходе конкретных реализаций, поэтому во все операционные комитеты, которые занимаются внедрением проектов, у нас тоже в обязательном порядке входят представители бизнеса. И, естественно, в случае изменения бюджетов, они подтверждают необходимость тех изменений, которые обсуждались и привели, например, к удорожанию стоимости решения. Следующий момент, который очень важен, при реализации всех систем необходимо сразу закладывать как принцип строгое соблюдение законодательных требований. Потому что попытка сделать временные решения, временные потом превращаются в постоянные, вы начинаете регистрировать данные, которые не используют, например, структуру отчетности государственных органов, потом получаете проблему трансформации этих данных. Если вы при разработке технических решений, то, что я упоминал, например, в сетевых соединениях, не используете определенные решения по безопасности, или начинаете использовать какие-то стандарты, которые не приняты, не допущены на территории определенной страны, вам потом придется либо переделывать, либо вы просто не сможете ввести в эксплуатацию эту систему. Поэтому очень большой момент – это соответствие требованиями регуляторов, требованиями государственных органов. Ну и решение всех вот этих вопросов, в общем-то, невозможно без плотного взаимодействия с поставщиками цифровых технологий и цифровых решений. Потому что мы сталкиваемся постоянно и, думаю, что будем продолжать сталкиваться с учетом сложности нашей внутренней системы. Нам не подходят готовые решения. Мы вынуждены их дорабатывать. Доработка в отрыве от поставщика решений практически никогда не приводит к положительному результату, особенно на долгосрочной основе. Следующий слайд, пожалуйста. Как я уже упомянул, мы, можем сказать, завершили реализацию учетных систем. И последние годы активно занимаемся внедрением систем, которые позволяют производственникам значительно более эффективно использовать те ресурсы, которые компания имеет в своем распоряжении. В первую очередь это добыча обстрим. Здесь, конечно, вопрос увеличения эффективности извлечения нефти, увеличения коэффициента извлечения из месторождений. Оно требует увязки очень многих систем. Опять, комплексное решение единого какого-то от одного поставщика найти невозможно, поэтому требуется интеграция очень многих решений. И здесь плотная работа и с геологами, и с производственными службами очень важна. С точки зрения эффективности переработки, ключевой вопрос – возможность использования и развития систем расширенного управления на технологических установках. Позволяет увеличить на единицы процентов выходы более дорогих продуктов, управлять этим процессом, снижать энергопотребление на масштабах компаний. Это очень большие эффекты, которые бизнес хочет получить и подтверждает тогда, когда эти проекты удачно завершаются. Естественно, классические вопросы – оптимизация транспортной логистики, оптимизация запасов. Мы всеми этими вопросами точно так же занимаемся. Учет электроэнергии с переходом на тарифы ночные, дневные, разные региональные потребления, выход на энергетические биржи позволяет точно так же повышать эффективность. Ну и предотвращение аварий. Здесь я потом остановлюсь. У нас есть достаточно интересный опыт взаимодействия с государственными органами и управления надежностью оборудования, которое точно так же позволяет предотвратить простое. Таким образом, для внедрения цифровых технологий мы стараемся поставить цели, которые может поддержать бизнес. Бизнес в первую очередь ориентирован на рациональное потребление тех ресурсов, которые в распоряжении компании. И вот такие проекты, которые я перечислил, идут достаточно активно. Следующий слайд. Данные, которые никак не сойдутся между собой, и вы получите искаженную картину для оперативного принятия решений. Поэтому вопрос управления данными чрезвычайно важным становится. Ну и, естественно, мы используем такие общепринятые технологии, как электронные площадки для проведения тендеров, и сами участвуем, соответственно, в электронных биржах, портальные технологии и т.д. и т.п. Я здесь не буду повторяться. Многие уже эти вопросы упоминали. Теперь к проблемам, которые возникают при всех этих вопросах. Следующий слайд. Все как бы красиво выглядит, когда мы говорим об особенностях нашей деятельности и неограниченных возможностях цифровых технологий. То, что у нас есть разнообразие, но мы можем закрыть это универсальными какими-то устройствами. Распределенность, есть сети, стоимость снижается, можем больше планировать технологии за те же деньги, соответственно, поддерживать какие-то более дорогие проекты более эффективными решениями. Однако, как уже коллеги в предыдущих выступлениях упоминали, не все так просто. Следующий слайд. Реальная проблема действительно в быстром развитии решений. И в соотношении это со скоростью развития государственного регулирования, с вопросами интеграции на международной сфере. И с вопросами принятия решений по использованию технологий в проектах, которые, как я сказал, будут длиться 20-30 лет. Ни один производитель фактически на этот период не может гарантировать совместимость своих решений. Я уже молчу про то, что между производителями совместимость они не гарантируют практически сразу. Следующий слайд, пожалуйста. А эта картинка, которую я позаимствовал из официального отчета одного из государственных органов Соединенных Штатов Америки, это скорость выхода из бизнеса компаний в цифровой области в Калифорнии. За 10 лет каждая пятая компания всего лишь остается, а 80% компаний исчезает вообще. А через 15 лет их остается порядка 10%. С точки зрения бизнеса и людей, которые внутри бизнеса отвечают за это, это практически катастрофа. Что нужно, на наш взгляд, делать, чтобы этого не происходило? Следующий слайд. В первую очередь, как я говорил, нужны долгосрочные отношения с партнерами. Они заключаются не только в том, чтобы выбирать решения, но и в том, чтобы подталкивать партнеров на принятие стандартов, которые будут существовать долгие годы. В последнее время популярными становятся открытые стандарты, но в данном случае это не принципиально. Это могут быть и государственные стандарты, могут быть просто технические соглашения, но они нужны. И мы в этой части уже тоже со многими поставщиками решений, в частности с САПом, проводим довольно большую работу, участвуем в наблюдательных советах, подталкиваем и другие компании, участвующие в таких органах и производителей, интегрировать решения на основе стабильных стандартов. Второй момент. Следующий слайд, пожалуйста. Это работать на уровне взаимодействия с государственными органами, потому что государство может повлиять как на технологические компании, тоже через стандарты, так и за счет продвижения своих собственных решений в части электронного взаимодействия может обеспечить значительно большую стабильность и совместимость тех решений, которые могут использоваться. Здесь группа Лукоил активно участвует в пилотных проектах. Как я уже обещал, чуть подробнее остановлюсь. Сейчас в связи с напряженностью с точки зрения безопасности достаточно много внимания уделяется антитеррористическим угрозам и мониторингу особо опасных объектов во многих государствах. Мы отрабатываем пилотные проекты с надзорными органами, с технадзором по удаленному мониторингу. Технологически это несложно, но с точки зрения правовой, с точки зрения конкретики, отработки правил взаимодействия, количество сигналов, которые должны передаваться, возникает достаточно много вопросов, и это тоже не быстрые проекты. То же самое касается, например, государственной отчетности. Когда вопрос решается с точки зрения просто передачи формы в электронном виде, этот вопрос элементарен. Берем XML-формат и передаем. Когда мы говорим о глобальной отчетности по всей цепочке, необходима совсем другая проработка. Необходимо переходить к передаче не форм, а показателей. Показатели должны быть однозначно определены, а не следовать из самой формы. Это требует изменения нормативной базы, как государственной, так и часто изменениями внутри системы. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и коллеги уже упоминали, что цифровые технологии меняют процессы, и люди становятся ключевым фактором. Я тоже хотел бы присоединиться к этому мнению, потому что с учетом того, что за счет цифры мы можем мгновенно передать информацию, нам не нужны промежуточные структуры, которые для этого раньше использовали для агрегации. Мы из-за этого должны поменять процессы, но поменять процессы можно только с учетом того опыта, который был у людей, по сути, переложив знания в систему. Поэтому без вот этого людского ресурса дальше двигаться все равно никто не сможет. Спасибо. Аплодисменты